Телеканалы национального и регионального уровня, тематические каналы о спорте, путешествиях и даже о домашних животных. Рынок телевещания достаточно разнообразен и учитывает вкусы самого придирчивого потребителя. О том, чтобы такие блага цивилизации появлялись даже в самых отдаленных уголках нашей планеты, также заботятся сотни компаний по всему миру. Кабельные технологии и спутниковые операторы более 300 организаций присоединились к 20-й выставке ССТБ, Телеком и Медиа, где смогли представить новейшие разработки в сферах интернета и телерадиовещания. ССТБ сегодня это главное индустриальное событие в области телевидения и телекоммуникации. Это единая рабочая площадка для обсуждения актуальных вопросов, для представления новых проектов и новых каналов. За эти 20 лет выставке ССТБ удалось сохранить самое главное, что бывает в таких мероприятиях, это возможность, когда лицом к лицу встречаются в обычной жизни не просто коллеги и конкуренты, люди, которые решают, какой будет вся отрасль в ближайшее время. ССТБ прекрасна возможность еще раз всем увидеться, пообщаться, поговорить, сверить часы, посмотреть, куда движется вся индустрия. Международная выставка форум ССТБ, Телеком и Медиа в 20-й юбилейный раз становится местом притяжения для специалистов в области телевидения и коммуникации. Одной из актуальных тем форума станут спутниковые технологии связи и их применение на российском рынке. Неизменным участником выставки является компания «Газпром Космические системы», российский спутниковый оператор, телекоммуникационный центр которого расположен в Подмосковье, городе Щелково. 25 лет на рынке спутниковой связи работает компания «Газпром Космические системы». Благодаря орбитальной группировке «Ямал» связь может быть организована в любой точке зоны покрытия спутников. А она огромна. Вся Евразия и Африка, часть Австралии и Северной Америки. Через четыре спутника «Ямал» транслируется 250 телеканалов, предоставляются спутниковые линии связи и широкополосный доступ в интернет. Так, услугами оператора пользуются компании из более чем ста стран мира. Некоторых из них можно увидеть на выставке из ССТБ. Она для нас важна тем, что здесь представлено одно из направлений, в котором мы очень активно работаем. Это спутниковое телевидение и спутниковый широкополосный доступ в интернет. Наши спутники активно в этих нишах работают, поэтому наша клиентская база вся тут. Это позволяет нам вести здесь диалог на площадке этой выставки с операторами региональными, телерадиовещания, с самими вещателями, с представителями частных телеканалов. Смотрим, в какие технологии они собираются идти, подтягиваемся к ним обязательно, может, даже работаем с опережением, чтобы удовлетворить любые их желания и чаяния в развитии бизнеса. Пользуются услугами отечественного оператора и другие крупные компании отрасли. Так, например, французская компания «Ютелсад», занимающая лидирующее место в мире среди спутниковых операторов, планирует приобрести ресурс спутника «Ямал-402» для оказания услуг в Северной Африке. Однако одним из самых актуальных направлений деятельности «Газпромкосмические системы», представленных на этой выставке, стал широкополосный доступ в интернет. С 2015 года компания начала оказывать услуги спутникового доступа во всемирную паутину индивидуальным пользователям и малому бизнесу. Будь то дачный участок в России или офис где-нибудь в Африке, небольшая спутниковая тарелка способна обеспечить приличную информационную скорость в любой точке зоны покрытия спутников «Ямал». Благодаря вот этой антенне 0,75 метра пользователь может вестись на спутник и, соответственно, получить спутниковый интернет со скоростью 20 мегабит в секунду на прием и мегабит в секунду обратно на дачу, на спутнику. И дополнительно еще может получить телевизионные каналы бесплатные, которые доступны на этом спутнике. 2018 год компания связывает с дальнейшим развитием спутниковой группировки. Полным ходом идет строительство космического аппарата нового поколения «Ямал-601», который заменит на орбите ветерана отрасли «Ямал-202». Новый спутник не только примет на себя многонациональную клиентскую базу своего предшественника, но и даст мощный импульс развитию бизнеса компании по предоставлению массовых широкополосных услуг в России. Этот запуск будем ждать не просто в пассивном ожидании. Мы должны подготовиться к этому. Мы должны подготовить наземный сегмент. И в частности сейчас закупаются уже станции, которые будут поднимать сигналы на эти спутники. Такое расширение космической и наземной инфраструктуры не единственное в планах компании на этот год. Так, в ближайшие пару месяцев будет завершен проект на этап создания сборочного производства космических аппаратов.